В администрации Каспийска был подготовлен план по подготовке города к осенне-зимнему периоду и коммунальные службы муниципалитета приступили к его реализации. Так, ООО «Каспий Теплосервис» начал работу в двух направлениях – сети и котельные. В принципе, для завершения этих работ у нас и время есть, и материалы есть, и ресурсы есть, и бригады определены, и технически оснащены. В принципе, все уверены, что мы эту работу выполним даже с опережением. Организации проводятся колоссальные работы, и город не остается без подачи горячего водоснабжения. Отметим, что на случай ЧП работает диспетчерская служба, которая моментально выезжает на вызов и определяет причину возникновения аварии. В этом году, самое главное, администрация, Борис Иванович нам очень сильно помог. Сегодня мы практически на все наши требования, наши просьбы, реакция со стороны администрации получили трубы. Вчера даже последнюю партию привезли. Пять бригад сейчас работают на всех объектах. Вот, допустим, мы полностью заменили теплотрассы по улице Лелина. Она еще связана с этим по проекту благоустройства дорог, дворовых территорий. Вот, наконец, мы решили, что нужно поменять сначала сети под этим делом. А потом на это все у нас есть, трубы там и возможности поменять. Практически половину работы мы выполнили. На данный момент, по словам генерального директора ООО «Каспий теплосервис», половина работы по подготовке к ОЗП уже проделана. Малые и большие котельные города прошли полную диагностику. Некоторые из них практически полностью готовы. У нас осталось делать на двух котельных, основных котельных. Это на улице Алферова, на 40 мегаватт котельная. Она большая котельная, она практически 70% наших абонентов обслуживает через эту котельную. И вот то, что мы сегодня вот здесь сидим, Алферова, это Байрамова тоже. Но бригады готовы. На сегодняшний день одной из больших проблем для теплосетей является подготовка жилищного фонда. А точнее, халатное отношение управляющих компаний к сдаче домов. Это нарушает и приостанавливает работу организации. Нам нужно промывку сделать, посмотреть сети, привести внутренние инженерные сети по проекту. Потому что сегодня делают вроде бы капитальный ремонт, меняют трубы на пластмассовые. Они там диаметр не соответствуют. Гидравлику нарушают. В общем, там вот такие проблемы есть. Я не знаю. Мы это озвучиваем, просим. И ЖИИ, жилищную инспекцию просим. У нас административное управление ЖКХ работает над этим. С 1 по 20 августа в городе будут проводиться масштабные работы в центральной котельной Каспийска. Из-за чего в муниципалитете будет отсутствовать горячее водоснабжение. Отметим, что в Каспийск газсервис также активно ведутся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду на плановый период 2024-2025 года. Проводит техническое обслуживание шкафных пунктов по городу. Их у нас более 200. Это обязательная работа техобслуживания. Проводит работы по ВДГО, по многоквартирным домам. В принципе, договора ВДГО перезаключили в рамках 71-го ФСЗ, который в этот год актуален по 410-му постановлению, перезаключил весь город в 100%. Сотрудники Каспийск газсервис еженедельно проводят рейдовые мероприятия по проверке правильного использования газового оборудования жителями города. Сами жильцы умудряются прокладывать газопровод, допустим, под стяжкой пола, что категорически нельзя. Он должен визуально наблюдаться газопроводом, чтобы слесарь пришел, он мог видеть его в случае утечки, чтобы эту утечку можно было устранить. Многие жильцы используют не сертифицированные, не то что оборудование, но сами трубы они берут или пластиковую трубу ставят, или металлопластик. И используют фитинг, это соединение от водопроводных труб. Подобные самовольные установки и действия приводят к необратимым последствиям, иногда и вовсе к летальным исходам, отмечают специалисты. Стоит подчеркнуть, что в этом году был установлен новый газораспределительный пункт по улице Маячная. Он, в свою очередь, позволит разгрузить всю южную часть города и облегчит работу организации.